Всем привет, с вами Жора, и сейчас я расскажу вам буквально все, что знаю о скакалке. Я научу вас прыгать на скакалке, я научу вас подбирать скакалку, и также рассмотрим техники, как люди прыгают и как не надо прыгать. В общем, видео обещает быть интересным, захватывающим, и поехали! Для того, чтобы прыгать на скакалке, нам нужно для начала выбрать эту скакалку, и сейчас я научу вас делать это правильно. Первым делом, что мы делаем, это берем скакалку, находим середину, становимся нашим бачмачком, нашей ножкой, и сравниваем ноги вместе. Далее нам нужно определиться с длиной, чтобы скакалка не была слишком длинной, чтобы ее вот так вот прокручивать, или слишком короткой, чтобы так прыгать. Оптимальный размер – это грудь. Середина груди, межсосочная, так сказать, линия. Очень смешно, конечно, звучит, но да. Короче, середина груди. С длиной мы с вами разобрались, а теперь нужно разобраться с материалом скакалки. Их существует очень много. Есть скакалки, которые сделаны на основе пластмассы, есть скакалки, которые сделаны из резины, и есть скакалки, которые сделаны из ниточек. Вот как у меня, например. То есть у меня ниточки – это самая худшая скакалка, которая только может быть, потому что она легкая. Скакалка должна быть тяжелой, чтобы было легче прокручивать. А с моей, например, с вот этой, которую я в скором времени буду обновлять, с ней это делать сложновато, и нужно прикладывать чуть больше усилий, потому что она легкая. Несмотря на вот этот утяжелитель. Утяжелитель для скакалки служит тем, чтобы было легче прокручивать. Да? Было легче прокручивать. Есть скакалки скоростные, есть скакалки обычные. Так как других скакалок у меня сейчас нету, а есть только вот это, я могу вам дать лишь один совет. Не покупайте легкие скакалки, которые сделаны из ниточек, из канатиков. Не покупайте, потому что они слишком легкие, и нужно прилагать больше усилий, чтобы сделать один полный оборот. Вот. Настало время научить вас четырем основным прыжкам в скакалке. Мы рассмотрим технику. Я покажу подробную технику, как правильно прыгать и как прыгать неправильно. Будем рассматривать четыре прыжка. Первый – это обычный, когда мы прыгаем один раз, и оборот один раз. Второй – это крест-накрест, когда мы руки скрещиваем поочередно. Третий прыжок – это прыжки назад. Ну, тут все понятно. И последний, четвертый прыжок – это когда мы прыгаем один раз, а скакалка проворачивается два раза. Будет круто! Поехали! Начнем с рук. Берем свои руки и сгибаем их в локтях примерно на 90 градусов. Задействуем кисти и делаем ими поступательные круговые движения. При этом наше плечо остается на месте, мы им не двигаем. Ну и самое главное – ноги. Подпрыгивать нужно аккуратненько, сантиметров на 5-6, не более. Также для лучшей амортизации приземляться следует на одни носочки, еле-еле касаясь пятками земли. Желательно вообще прыгать на одних носочках, не касаясь пятками земли вообще. Тогда амортизация будет еще лучше и прыгать будет еще круче. Ну а сейчас я покажу технику четырех прыжков, самые четыре основные прыжка, которые ты должен уметь делать на скакалке. Есть еще много различных прыжков, но для базы, для основы я расскажу об этих четырех. Первый вид прыжков – это самые обычные прыжки. Просто повторяем технику, которую я сказал пару минут назад, и прыжок будет получаться. Прыгаем на одних носочках, подпрыгивая сантиметров на 5-6, не более. При этом наши плечи остаются неподвижными, а кисти делают круговые движения. Второй вид прыжков – это прыжки крест-накрест. В них нет ничего сложного. Приземляемся также на одни носочки, подпрыгивая сантиметров на 5-6. Единственная сложность может возникнуть с руками. Здесь смотрим в замедленной съемке, как это все происходит. Мы скрещиваем поочередно руки и делаем как бы движение вниз-вверх, вниз-вверх. Тем самым, рассоединяя руки в разные стороны и скрещивая их. Техника обратного прыжка немного отличается от других. Например, тем, что нужно вытягивать носочки вперед и чуть-чуть на себя. При этом мы должны подпрыгивать сантиметров на 10, чтобы скакалка не задевала наши ступни, пятки и носочки. С руками и с кистями в принципе все точно так же, как и в обычных прыжках, только мы меняем направление кручения. У нас на очереди последние двойные прыжки. Они очень эффектные и я их просто обожаю. Техника заключается в том, что нужно подпрыгнуть очень высоко и прокрутить скакалку два раза. При этом мы подпрыгиваем высоко, приземляясь на носочек, как обычно. А кисти у нас работают в два раза быстрее прокручиваем, значит. Раз подпрыгнули и прокручиваем очень-очень быстро одни кисти. Прыгнули, прокручиваем кисти. Ничего сложного, главное потренироваться и все будет получаться. Смотри, если у тебя не получается прыгать на скакалке, значит ты допускаешь какую-то одну из трех ошибок, которые сейчас я разберу и ты вполне можешь узнать себя. Первая ошибка заключается в том, что человек очень высоко прыгает. Это самая распространенная ошибка, я ее вижу очень часто. Предостерегаю вас от этого. Не нужно прыгать очень высоко, потому что это затрачивает вашу энергию, и вы быстрее иссякнете, и у вас появится одышка, каким бы вы спортсменом ни были. Поэтому прыгаем настолько высоко, насколько у нас под ногами проходит скакалка. Хватает 5 сантиметров. Следующая ошибка заключается в том, что человек слишком широко расставляет руки и пытается всей амплитудой, всей длиной рук провернуть скакалку. Но естественно у человека ничего не получится, потому что скакалка укорачивается, и прыжки становятся просто невозможными. Кто умеет прыгать широко расставленными руками, я могу только похлопать. Лично у меня очень сильно устают руки. Ну и последняя, третья ошибка заключается в том, что наши ноги скачут хаотично, вообще в разные стороны, вверх-вниз по очереди. И это просто ужасно, это просто ужасно. Для того, чтобы контролировать свой прыжок, чтобы наш прыжок был красивым со стороны, и нам было удобно. При любых прыжках нужно держать ноги вместе. Держим ноги вместе, прыгаем, это будет ключ. Ну а на этом моменте обучение прыжков на скакалке заканчивается. Также на моем канале есть еще одно обучающее видео, где я учу ходить на руках и стоять на руках. Может быть тебе это понравится, так что смотри это видео вот здесь. Ну а на этом все, благодарю каждого. Увидимся в следующем видео. Пока. Чук. Субтитры сделал DimaTorzok